Продолжение следует... Можно у меня тогда будет пара вопросов докладчикам? У меня вопрос к моему сопредседателю. К вам вопрос, да? Вот заказчик, он... Какой удельный вес заказчика в качестве подготовки на постдиплом образования? Вы там провели три, да? Да, вот заказчик, он не является главным арбитром, да? Он соучастник оценки процесса, Алексей Сергеевич. Дело в том, что мы представили концептуальную модель, когда нужно оценивать в том числе качество образования и с точки зрения тех руководителей, которые отправляют нижний уровень управления. То есть в каком качестве приходят к ним уже их подчиненные. А вот тогда второй вопрос. А вот те модные, да, сейчас года три, наверное, да, уже идёт, в том числе и в медицинскую сферу пришла, так называемая профессиональная компетенция. Вот это такая формализованная некая, да, такой величина, да, оценки. Они, как вы считаете, они помогут нам улучшить качество постдипломного образования? Это такой жёсткий формализованный подход. Уметь, знать, ну и так далее. Спасибо. Дело в том, что в постдипломном образовании, тем более руководители здесь намного сложнее, потому что руководители – это заведующие, вот буквально несколько дней заведующие отделением тоже стали считаться руководителями, от заведующих отделений разных-разных профилей, плюс обучаются статистики до руководителей министров. Вот можете себе представить, чтобы расписать профессиональные компетенции всех и каждого, причём эти руководители занимаются отдельными направлениями, в одном направлении отдельными разделами. И, безусловно, для того, для кого-то вопрос простой, почему мы говорим, кто-то имеет нарекания. Мы задали таким-то врачам простые два вопроса. Мы говорим о недоказательности. А для руководителей нет простых и сложных вопросов. Он будет простым для того, руководителю, который работает в этой теме. И будет сложным для того, который очень хорош в другой теме. Всё-таки руководители, они по профилям у нас. То есть крайне сложно для них будет разрабатывать эти темы. Для них это сложно, хотя формально есть. Да, спасибо большое. Вот у меня ещё вопрос. Можно, да, я задам? У меня вопрос... Нет, нет, не к вам. А я задам просто, коль я забрал этот микрофон. У меня вопрос к нашему коллеге из Киргизтана. К вам, да? А вот что понимается под апробацией протокола? Это понимается, так как мы же берём международное руководство и адаптируем. И насколько вот специалисты его приблизили к нашим условиям. Местные выбирают какую-либо лечебную организацию. И там среди врачей проводят вот это обучение, дают им читать. И это самое называется апробация. То есть все рекомендации, которые даются, врачи оценивают. То есть экспертная такая оценка в каком-то лечебном учреждении, да, проводится? Да, обязательно. Если это по кардиологии, где-то есть отделение кардиологическое. Дельфийское какое-то такое исследование, да, с помощью Дельфи, да? Да, да, да. Спасибо. У меня всё. Есть у вас вопросы? Да. Да, если можно, у меня тоже к вам вопрос. Вы упомянули в своей презентации о том, что в достаточно большом количестве клинических руководств у вас участвуют пациенты. Вы могли бы пояснить форму участия пациента в разработке клинических руководств? Это как-то они тоже рекомендации какие-то дают? Или создаётся какая-то комиссия, которая учитывает там этические аспекты лечения? Ну, у нас, когда разрабатывалась методология, там учитывалось создание мультидисциплинарной группы и в состав, кроме специалистов, консультантов, которые работают, включение пациентов, чтобы учли мнение их. То есть, когда собираются рабочие группы согласительные по разработке, пациенты данные присутствуют. Вот, например, по гепатитам больные, которые страдают, они участвовали и оспаривали вопросы, насколько те препараты противовирусные имеют место быть у нас в стране. И благодаря, вот, например, ассоциации пациентов, было трое пациентов из ассоциаций больных с гепатитами участвовали, благодаря им он нашу страну официально, значит, желает, дал разрешение, и у нас заводятся ингибиторы полимера, софазбувир по хорошей цене. То есть, это вот плюсы участия. То есть, с одной стороны, это их мнение учитывать, и с другой стороны, чтобы информировать пациентов, что в этой области по этому заболеванию идут какие-то работы, что они лучше донесут для пользователей. Очень важный аспект затронули. Сейчас есть же такая идеология, называется фармацевтическая забота, и Европа ее пытается продвинуть, когда пациент является не пассивным в принятии выбора лекарственных средств, а активным таким же игроком. Да, вот у нас по ВИЧ то же самое, то есть, ЛЖВС, они активно участвуют в разработке и во внедрении. Ну, это вот только такие, а, к сожалению, в большинстве случаев они у нас не учитываются. Можно вам вопрос задать? А вот, я просто не знаю, а вот эта наркологическая помощь, она у нас оплачивается территориальными фондами обязательного медицинского строительства? Нет. То есть, они сами по себе. Может быть, в этом есть причина, в том, что там используются различные медицинские технологии, без доказательной базы, без всего, такие авторские, авторские такие? Сложно гадать, думаю, много есть факторов, которые влияют на то, что эта дисциплина оказывается самой отсталой, к большому сожалению, мне не очень ловко критиковать мой собственный цех, но там такое количество факторов, я думаю, что еще и общественное давление, и представление о том, что это не болезнь, а необходимо какими-то волевыми усилиями справиться, и общество к этому также относится. То есть, трудно вычленить. Спасибо.